Московский Сретенский монастырь отметил свой главный престольный праздник – Сретение Владимирской иконы Божьей Матери и 625-летие основания обители. Божественная литургия совершалась архиерейским чином. Помню об истории создания монастыря, к радости праздника присоединились прихожане, гости, студенты и многочисленные выпускники Сретенской Духовной Академии. Божественную литургию в прямом эфире транслировал наш телеканал. В главный престольный праздник Сретенского монастыря было совершено две божественные литургии. Раннее в древнем храме Сретения Владимирской иконы Божьей Матери, позднее архиерейское богослужение, в храме воскресения Христова и новомучеников и исповедников Церкви Русской. Митрополиту Каширскому феогносту сослужили митрополит Псковский и Порховский Тихон и епископ Петерговский Силуан. История основания обители связана непосредственно с Владимирской иконой. Сретенский монастырь был заложен в память о чудесном спасении Москвы в конце 15 века. В 1395 году Тамерлан с войском приблизился к столице. Великий князь московский Василий Дмитриевич распорядился принести чудотворную икону из Владимира в Белокаменную. Летописи свидетельствуют, что 26 августа, по новому стилю это 8 сентября, на Кучковом поле москвичи во главе с митрополитом Киперианом коленопреклоненно встречали образ Царицы Небесной. Как говорит предание, в тот самый час Тамерлан внезапно повернул свои войска и ушел в степь. В память о чудесном избавлении на Кучковом поле в 1397 году и был основан Сретенский монастырь. Мы собрались в стенах этой святой обители еще и еще раз почтить любовь к Божьей Матери, принести ей благодарность за спасение нашего рода, за рождение этого монастыря и за множество тех чудес и милости, которые она изливала народ христианский. Ее любовь спасала нас даже тогда, когда мы были этого недостойны. Обитель в 30-е годы XX века разделила печальную судьбу большинства православных святынь, была подвергнута разрушению и пришла в запустение. По милости Божией, трудами многих людей, монастырь был возрожден. По окончании Божественной Литургии митрополит Каширский феогност поздравил прихожан и гостей с престольным праздником и прочитал послание Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, подчеркнувшего значение обители в жизни Москвы. Сегодня обитель возрождена и радует взор не только восстановленным Сретенским храмом, но и построена в память о новомучениках-всповедниках Величественным Собором в честь воскресения Христова. Ныне на территории монастыря, осуществляющего активную посвятительскую и социальную работу, так же успешно ведет свою деятельность. Сретенская духовная академия, одно из ведущих учебных заведений русской православности, желаю всем вам крепости, здравия, неуклонного возрастания в драматуре здесь и помощи от Господа и его причистой мать в ежедневных трудах и исповеданиях по спасению. Тесно связана с монастырем жизнь сослужившего владыке Феогносту, митрополита Псковского и Порховского Тихона. Владыка Тихон начал заниматься возрождением монашеской жизни в обители в 1995 году, а затем стал первым ректором Сретенской духовной семинарии. Владыка Феогност передал благодарность святейшего патриарха, митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону. Святейший патриарх благословил передать слова благодарности владыке митрополиту Тихону, при котором все это начиналось, созидалось и завершилось. Великая работа, великий подвиг, который совершили по благословению святейшего патриарха Московского Северсона. В честь юбилейной даты 625-летия со дня основания Сретенского монастыря Владыка Феогност вручил награды святейшего патриарха Кирилла сотрудникам монастыря за существенный вклад в жизнь обители. Субтитры создавал DimaTorzok